привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня мы сделаем с вами один прикольный ролик но давайте я вам расскажу сделаю небольшую предысторию и небольшую подводку потому что на одном из каналов один желчный капитан а кстати автор книги когда скрипит старый зонд сделал ролик который должен быть наверное как-то мне обидно и так в этом страшном ролике горе капитана я был назван продавцом бубликов я так понимаю что наверняка в мире альтруизма безденежья и полного без перспектива продавец бубликов звучит как-то очень страшно и очень фатально но наверное как в тюрьме козлом назвать так вот друзья я скажу вам так что кроме смеха у меня это ничего не вызывает но еще смешнее это слушать проклятие по поводу того что кого-то должен наказать океан и прочее когда в старости немного едет кукуха и наверняка начинает казаться что ты управляешь стихиями воздух вода огонь но это не точно электрика ну тут совсем наверное нет но кажется и вдруг тебе начинает казаться что ты можешь предсказывать будущее ну вы знаете всегда есть какие-то супер силы у человека и для того чтобы получить некоторую супер силу нужно съездить в египет на тренинги к лоцманам которые приезжают и требуют бакшиш но к сожалению единственная супер сила которая по факту получается это какать на газетку в кокпите современный мир жесток и где же найти сейчас газеты есть планшет нет против 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 современных достижений а это из другой серии это какать на прозрачный столик но это очень на любителя современном яхтинге даже наверное если его таким можно назвать был придуман о боже ваза унитаза была придумана крайне крайне давно много веков назад возможно этот научно-технический прогресс прошел мимо определенного взгляда яхтсменов но тем не менее сейчас во всех лодках установлен туалет простите гальюн а не то ли это почему именно гальюн давайте сделаем небольшую историческую справочку что же такое гальюн гальюн по-английски звучит как head если вы помните корабли старые у них такой длинный бушприт а под ними такая фея сидит такая так вот голова феи это как раз был head и туда ходили матросы в туалет а почему именно туда потому что все эти суда ходили на попутных ветрах на попутных ветрах это значит что ветер дует в зад или в корму это важно да понимаю ладно в жопу он дует и 100 место на с которого не пахнет это был самый нос корабля собственно это подветренная часть туда все и ходили поэтому head или гальюн это вот та часть но на современных лодках наверное уже там много сотен лет придумали туалет и кстати говоря туалеты были и на тех кораблях просто то они были для офицерского состава а матросня ходила именно в гальюн поэтому ну кто кому себя приравнивает в общем когда пишется любой ролик лучше сконцентрироваться именно на теме этого ролика а не на своей поехавшей кукухе и сделать ролик который действительно интересен который будет насыщен информацией который сможет дать людям какие-то знания а ну хотя в принципе как обычно все у этого человека и происходит поэтому раз уж в этом ролике появился я то я считаю что я просто обязан взять на себя ответственность сделать вам нормальный ролик который будет называться подбор экипажа и давайте рассмотрим сегодня с вами абсолютно все аспекты как судовладелец либо капитан либо еще кто-либо либо вы хотите найти себе такую работу на лодке ну в общем есть масса моментов которые мы сегодня в ролике рассмотрим ну давайте начинать и не забывайте я за яхтинг без деменции разберемся с вами чем же отличается крю от пассажир то есть команда от пассажира есть огромное количество заблуждений с этим связано и люди трактуют это по-разному но так как естественно этот вопрос возникал и у нас мы решили подойти к иммиграционному офицеру и задать вопрос как же правильно оформлять и чем отличается так вот на самом деле все капитально просто если вы заходите скажем на любой из островов на доминику вы заходите с четырьмя членами экипажа и вы выходите с четырьмя членами экипажа все они оформляются как крю и заходят по крю листу если кто-то должен с острова улететь тогда он оформляется как пассажир чем это отличается иногда за пассажиров берется дополнительная оплата дополнительная фи потому что этот человек въезжают на остров и если есть какие-то иммиграционные правила там что-либо еще может быть какая-то оплата но это совершенно не обязательно это просто такое иногда бывает так вот пассажир сдает свой паспорт и в него скорее всего будет поставлена печать потому что в многие паспорта когда люди заходят по крюлисту печати не оставятся вам выдают просто крюли сможете снять себе копию в карман положить этого достаточно чтобы находиться легально на острове если вы пассажир тогда вы отдаете свой паспорт вам в него ставят штампик и потом когда вы приезжаете в аэропорт в аэропорту вам ставят второй штампик на улет потому что если вы улетаете с острова самолетом тогда вы быть должны быть оформлены именно на въезд вот собственно чем отличается пассажир от члена экипажа по крюлисту никаких других историй и подводных камней с этим не связано далее давайте рассмотрим варианты когда вам может понадобиться подбор экипажа самый основной вариант вы являетесь владельцем судна или владельцем компании чартерной компании какой угодно и вы набираете себе экипаж давайте сейчас рассмотрим кто вообще вам может быть нужен в теории даже если это большая супер яхта на самом деле количество людей которые на этой лодке на этом судне работают она достаточно ограничено и отличается просто в количестве каждого из них итак первое это капитан естественно капитан между прочим несмотря на распространенное заблуждение капитан шкипер капитан шкипер это синонимы единственное отличие между этими двумя названиями это только то что если вы используете не профиль на не на море то скорее всего будет капитан потому что шкипер футбольной команды будет звучать конечно как полная фигня а вот капитан футбольной команды звучит абсолютно нормально так вот капитан и шкипер на воде это просто синонимы как бы не хотелось думать людям но это не так то есть это просто одно и то же два разных слова одно значение далее мэйд по-английски либо помощник капитана он же иногда бывает у нас бацман бацман это бот смен это просто корабельный человек поэтому это у нас так принято вообще помощник это мэйд обычно этот человек отвечает за наличие там швартовых фендеров там чтобы все работало все было на лодке и все было правильно то есть в принципе наверное бацман исторически так сложилось механик может быть один может быть два страшный человек без него на лодке все ломается эти люди делают так чтобы вы могли идти безопасно они знают все регламенты то двигателей и прочее и обычно это записывается в большой журнал который ведет именно мэйд то есть помощник и помощник капитана он же мэйд и механик они работают обычно в такой в плотной связке я так понимаю что в коммерческом судовождении не знаю как это сказать в коммерческой деятельности это все происходит также но мы говорим в разрезе именно супер яхт то есть больших судов на которые нужна именно большая команда далее дэк хэнд от дэк хэндов может быть несколько все зависит от того насколько большое судно это просто матрос который выполняет все функции то мой очистит убирает там вяжет швартовые фендеры там подходят при подходе ездит там на берег с закупкой продуктов короче все функции которые выполняет именно матрос называется по-английски повторяюсь дэк хэнд очень часто дэк хэнды сочетают в себе какие-то активе тис менеджеры то есть если человек любит там активный вид спорта там не знаю горку надуть там гидрофойл какой-то там на воду спустить там покататься на кайте есть отдельная такая должность как активе тис менеджер но очень часто набирают дэк хэндов которые могут быть кайт инструкторами или дайв инструкторами и они в себе сочетают эти две функции то есть когда владельцев или гостей на лодке нету они могут спокойно заниматься там стандартными своими делами а когда приезжают гости они становятся автоматически активе с менеджерами и делают entertainment для владельца и его гостей далее есть повар но здесь наверное говорить ничего не нужно и стюардесса то есть стюардесс может быть несколько все зависит от того какой размер лодки очень часто если это скажем катамаран на который там чартерный катамаран там будет скорее всего капитан и стюардесса которая она же повар то есть этот человек который будет готовить кушать готовить что-либо вкусно поэтому иногда когда люди ищут работу стюардессой навыки готовки это тоже супер важно потому что отдельно повара скорее всего не берут то есть человек который готовит и серверует это один и тот же человек поэтому кок повар и стюардесса ну или несколько стюардесс в зависимости опять же от размера лодки вот собственно и весь набор весь список людей которые на больших лодках могут существовать теперь давайте рассмотрим с вами формат небольших лодок то есть я имею ввиду небольших это такого плана как у меня там чуть чуть больше либо катамаранов которые сдаются в чартер либо для частного владения кто же на них собственно нужен и так как я вам уже говорил нужен будет в любом случае капитан скорее всего капитан будет либо механик либо тот человек который будет контролировать все процессы нанимать механиков которые будут приходить чинить это если касается лодки которая в частном владении и на нее нанимают капитана если приходит какой-либо сезон и люди приезжают отдохнуть со своими друзьями то тогда часто берут еще одну стюардессу но это я вам уже рассказывал в чартерных лодках в принципе все очень схожа то есть если лодка снимается с крю то скорее всего там будет как минимум капитан если гости не хотят готовить и допустим идут там на какой-то необитаемый остров и там хотят провести неделю тогда лучше конечно брать стюардессу которая будет готовить но опять же вы должны понимать что это дополнительно два человека которые должны где-то жить то есть размер лодки ну наверное там какой-то 52 катамаран до подходит 45 монохол наверное все таки чуть-чуть другой формат поэтому если это чартерная капитан плюс стюардесса минимум капитан а теперь давайте рассмотрим еще один вариант когда вы владелец лодки вы любите сами ходить вы все умеете но если вы лодку оставляете на сезон скажем там не знаю в греции что с ней будет через полгода вы будете приезжать и две недели тратить на то чтобы эту лодку починить и привести в исходное нормальное состояние чтобы на ней можно было куда-то ходить многие делают так они берут наверное это все таки как мэйт либо дэк хэнд с возможностями капитана который может там выйти в море там дать газку чтобы там прогреть моторы раз там в какой-то период времени но когда приезжают владелец он едет себе домой и собственно там и находится поэтому есть работа сезонная именно когда человек смотрит за лодкой а есть когда человек смотрит за лодкой об сезон он является еще и действующим капитаном теперь давайте рассмотрим какие же в принципе работы бывают то есть вы можете быть чартерным капитаном вас могут нанимать на перегон вы можете быть как я уже ранее рассказывал человеком который будет смотреть за лодкой и там в сезон иногда выходить а иногда может быть ехать домой и давать владельцу походить целый сезон самостоятельно с privacy вы можете быть инструктором в яхтенной школе либо crew то есть декендами там или стюардессами то есть на самом деле весь выбор профессии на этом наверняка и заканчивается теперь давайте рассмотрим лицензии которые нужны для всего вот этого вот смотрите все на самом деле очень просто если вы катаете там day charter например к вам приезжают люди там вы экспирса забрали и уходите приходите скорее всего вам понадобится коммерческая лицензия потому что если там будет какой-то коллижен и будут разбирательства то будет вопрос почему же вы собственно этим занимались когда не имели права и вы будете оштрафованы возможно будет какая-то более серьезная ответственность может будет оштрафована компания за несоблюдение норм трудоустройства поэтому для таких задач обычно подходят коммерческие лицензии коммерческие лицензии выдают практически все системы школ там и рвое и войти айс эсэй локальные то есть все зависит от того какие какими компаниями воспринимаются если это капитан например большой супер яхты у вас должны быть в правах вы можете быть некоммерческим хотя коммерческие здесь будут в приоритете вы управляете частной лодкой единственное что у вас правах было должно быть написано ограничение по размерам то есть обычно это до 200 gmt если скажем больше это уже переходит в разряд коммерческих лицензий но в разных системах кто может быть по разному скажем если мы возьмем для примера например мартиник мартиник хочет только свои локальные французские лицензии для капитанов чартера например там дрим яхт есть исключение они хотят лицензии рва и каких-то высоких уровней потому что но они должны понимать что все будет безопасно хотя если у вас другая лицензия вы уже там договорились на работу и у вас там какой-то там ахулиард миль которые вы уже прошли вы просто доказываете показываете что вы действительно их прошли и собственно на этом все вопросы будут закончены обычно коммерческие лицензии они достаточно серьезные там есть там first aid там и прочее прочее то есть именно вы сертифицируетесь в разных институтах которые потом подтверждают и когда вы получаете коммерческая ли коммерческую лицензию у вас есть еще там ряд дополнительных сертификатов и чем больше тем лучше например вы являетесь стюардессой но у вас есть диплом не знаю там массажиста это если человек владелец лодки любит массаж естественно это будет офигенным преимуществом при приеме на работу и это требование будет ваш ю спи ю спи это unique selling proposition то есть это что то что выделяет вас среди других и возможно вот это ю спи покажется для того кто вас нанимает чем-то реально там и вас возьмут на работу просто из-за этого пункта но напоминаю что все остальные должны соответствовать это как в современном мире знание английского языка когда вы устраиваетесь на нормальную работу никто вас уже не спрашивает знаете ли вы английский то есть это само собой разумеется если вы не знаете вот это странно но это определиться сразу потому что в больших компаниях обычно язык коммуникации является английским и это ну больше не является никаким требованием это просто само собой разумеется поэтому этот список требований на коммерческую лицензию это само собой разумеется дополнительно вы например дайв инструктор класс вы можете нырять с людьми вы приходите и говорите типа я обладаю вот такими-то знаниями я декенды я дайв инструктор все-таки о класс будешь entertainment менеджером и вас берут на работу то есть вот эти вот бумажечки которые в обычной жизни как бы нафиг никому не нужны при коммерческом трудоустройстве являются конкретно серьезным бонусом а теперь давайте рассмотрим где же все-таки искать этих людей есть много сайтов таких как например crewfinder в которых вы размещаете свое резюме и если человек хочет взять вас к себе на работу например как капитаном на не сезон он будет вас там находить естественно это лучше делать в англоязычном мире потому что в русскоязычном мире это все является таким знаете на этапе от зародыша да если такой маленький маленький бизнес который вот он еще прямо вот вообще он даже не развился ну а если мы берем англоязычный мир конечно здесь все очень серьезно далее рекрутинговые компании вы знаете что на marine профессиях рекрутеры зарабатывают больше всего то есть marine и медсестры то есть nursery если у вас рекрутинговая компания и вы занимаетесь поиском квалифицированного персонала особенно в категории marine то есть шанс что вы получите не как обычно рекрутер месячную зарплату кандидата которую вы находите а для хороших должностей вы можете получить и полугодичную зарплату то есть это хорошие деньги и за такие должности люди очень сильно борются и очень большая конкуренция потому что можно устроить не знаю там 25 библиотекарей а можно устроить одного декэнда то есть это серьезный профит но естественно и конкуренция значительно больше поэтому можно обращаться в рекрутинговые компании они с огромным удовольствием будут рассматривать ваши резюме но вы должны понимать что вы должны быть конкурентными на рынке то есть вы должны бороться за место под солнцем с другими акулами там человек который там 10 лет проработал например декхендом и он все знает естественно он будет в приоритете у судовладельца или у компании владеющей судном чем человек который просто хочет и обладает амбициями но не обладает опытом и не обладает определенными требованиями то есть тогда естественно будет выбор сделан в другую но либо же либо бывает такое что ищут кандидата но такого попроще чтобы потом через два месяца выгнать и не платить больше чем испытательный срок ну это уже как вы понимаете на усмотрение и на честности каждого рекрутера но вам нужно узнавать отзывы так ли это потому что если вы видите что с огромным удовольствием берут людей без опыта значит что-то здесь не то так значит либо большая ротация в компании либо там владелец какой-то странненький и люди оттуда уходят не задерживаются то есть нужно смотреть я недавно видел ролик в сети в данном случае них чуть это не критика не воспринимайте это как критику я просто хочу рассказать свое мнение в ролике капитан искал себе матроса на лодку и ролик там минут на 15 он рассказывал требования которые перед этим человеком стоят но на самом деле вот все требования вот эти 15-минутные о которых рассказывал капитан можно было просто в англоязычном мире который уже много лет существует можно было просто сказать они декент и вот этот декент вот все эти требования быть там ответственным там то 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 эти все требования они включаются в понятие декент то есть может просто написать они декент и этого будет достаточно не нужно вот этих рассказов потому что это и так очевидно но для русскоязычного сегмента это не очевидно поэтому приходится расписывать такие большие листы объяснять что же какие функции будут то есть это говорит просто несформированности рынка и непонимание того что перед каждым человеком какая задача будет стоять то есть если вы набираете допустим себе водителя в компанию какие него будут задачи например там садиться в легковушку там возить документы или возить шефа это же все очевидно есть просто там пять позиций там что нужно возить ребенка в школу там даже и все понятно но нужен водитель водитель в себе уже включает целый набор требований категорий всего точно также и в яхтинге то есть есть декент это в себя все включает есть какие-то там пять пунктов которые там сказать на какую лодку и и все этого достаточно то просто пример того что вам все-таки нужно будет если вы хотите в этой области работать идти в англоязычный сегмент если вы будете на работать с русскоязычной командой тем не менее все равно если вы находитесь за пределами русскоговорящего региона вы в любом случае будете пользоваться английским языком и это обязательно просто обязательно далее вы можете рассылать свои резюме в чартерные компании чартерных компаниях очень часто бывает необходимость там механиков стюардесс поваров там как на разово на сезон там на full time капитаны то есть чартерные компании в этом плане неплохо но обычно там самые низкие зарплаты потому что в чартерных компаниях они все борются за высокую маржинальность а за счет чего можно повысить маржинальность если цены по рынку среднестатистически вы не можете получить сверх маржу когда это вы зарабатываете там определенное количество денег вы можете резать косты то есть резать вашу затратную часть а затратная часть основная это кто это персонал то есть обслуживание вы же не можете срезать то есть если у вас ломалась лебедка вам нужно взять и починить но скажем вы можете найти более дешевого капитана который там 200 долларов минус в неделю и это прекрасно то есть это за месяц там 800 долларов а это уже что-то уже можно об этом говорить люди найдутся есть капитан который придет работать там за полторы тысячи долларов в месяц есть капитан который придет работать за 800 ну естественно будет разный уровень но опять таки смотря где катать туристов черногории между островами без паруса это одно где-нибудь там в бескай совсем другая история поэтому тут нужно быть очень также понимать что вы делаете ну естественно социальные сети я считаю что в социальных сетях можно найти больше всего нужно быть просто в контексте то есть есть профильные группы по подбору персонала по подбору экипажей в этих профильных группах можно себя предлагать можно искать людей но давайте к этому вопросу вот прямо сейчас мы подойдем только его выделим отдельно а вот следующий вопрос это подбор команды на переход то есть я сейчас говорю не про коммерческую деятельность потому что найти людей в чартер здесь есть много юридических моментов то есть как минимум вы должны иметь право это делать то есть если вы делаете это в ком-то регионе у вас должна быть там определенная чартерная лицензия и прочее прочее то есть вы должны соответствовать законодательству того региона в котором вы это делаете но это вам домашняя заготовка то есть я сюда не лезу это уже на усмотрение лодка владельца мы сейчас рассмотрим все таки если вы решили допустим сделать какой-то переход например трансатлантический где вы будете искать себе людей так вот я считаю что в данном случае социальные сети такие там фейсбук телеграм-канал и там и прочее прочее это самый оптимальный вариант потому что есть капитаны которые хотят перейти океан им нужны люди есть люди которые хотят попасть в команду и перейти океан и задача социальных сетей просто сделать к мяч то есть сделать соответствие чтобы одни люди смогли встретиться с другими и здесь возникает вопрос интер персональной переносимости то есть самое первое почему будут выбирать это по опыту то есть в любой команде есть капитан и я по-своему сейчас опыту расскажу то есть у меня есть основной костяк людей которые с которыми я иду на переход то есть люди которым я могу доверять то есть одному ходить на длинное расстояние такие как 3000 миль можно конечно но вопрос задача какая лишение и преодоления а или просто получить удовольствие перейти океан там спать по 8 часов я выбираю второй вариант я не понимаю зачем нужны в яхтинге лишения но если хотите можете себе рассмотреть и такой вариант то есть я люблю нормальный сон в любом случае если будет плохая погода спать не будет никто то есть будут какие-то смены такие скомканные будет там все вообще как попало но тем не менее вас должен быть человек если вы уже просто устали отрубаетесь чтобы ему передать лодку и там несколько часов хотя бы полноценно поспать то есть должен быть второй капитан или мейт который может полностью управлять лодкой взять с вас эту ответственность и либо там суда владельца с кого угодно то есть скорее всего вам понадобится там один супер опытный если у вас есть два супер опытных это вообще просто идеально а дальше можно набрать и неопытных просто для того чтобы люди там научились но это опять же каждый выбирает то есть если вы нашли супер опытного капитана вы можете взять еще несколько человек которые там будут готовить по кухне там делать какие-то непростые вахты чтобы все отдыхали это тоже абсолютно нормальный вариант поэтому люди без опыта тоже могут попасть на такие переходы но в любом случае если идет поиск то берут обычно людей которые ну хотя бы что-то умеют это их не первый переход чтобы там не отпаивать его водичкой с реги дроном потому что он там всю дорогу а люди уже которые понимают поэтому для прибрежки может быть кто угодно для офшора все-таки выбирают людей у которых хотя бы был ну хоть один переход офшорный который они понимают а теперь мы приходим к вопросу персональной переносимости то есть очень важно в переходе наверное самая важная часть это ментальная стыковка то есть чтобы люди были на одной волне с одинаковым чувством юмора с одинаковыми там взглядами на жизнь то есть я не говорю про политические религиозные то есть то просто я считаю это табу его обсуждать нельзя а есть люди которые хотят это обсуждать и задача капитана сделать так чтобы эти темы не всплывали потому что в любом случае возникнут какие-либо конфликты а как известно конфликтные люди это самое ужасное и паникеры люди которые с вами будут на лодке опять же должны быть супер позитивными и это касается абсолютно любых людей там будь то коммерческая деятельность будь то как бы частная яхтенная практика если люди не позитивные злобные хоть а если это не дай бог капитан такой это просто жопа так вот нужно на этот момент очень сильно делать акценты потому что вы можете конкретно влипнуть подбирайте людей с которыми вы будете на переходе ну и наверное все ну что друзья вот очередной ролик подошел концу я считаю что та задача которую я на себя взял но она просто обязана была быть вот выполнится так как вот она выполнилась смотрите на то что вы делаете думайте мечтайте о том кем бы вы хотели стать когда вы будете уже в преклонном возрасте потому что нет ничего ужаснее вместо того чтобы сидеть со своей семьей с любящими детьми своими друзьями быть с дом злобным старикашкой который сидит с котами никому не нужен и ничего уже к сожалению не может не ментально не физически так вот друзья чтобы этого не произошло нужно с молодости заниматься развиваться потому что как говорится из молодого дурачка никогда не вырастет мудрый старец вырастет старый дурачок так вот чтобы этого не произошло развивайтесь и я буду развиваться чтобы не останавливаться ментально все на этом мы выпуск заканчиваем люблю вас и до встречи через несколько дней пока в субтитрах